28 января региональный чемпионат «Молодые профессионалы», который стартовал в регионе на этой неделе, продолжился на базе социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. По компетенциям дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес. Подробности в сюжете моей коллеги Юлии Казначеевой. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» подходит к концу. Это был завершающий день для выполнения заданий в различных компетенциях. Чемпионат подходит к завершению. Всего у нас было запланировано сегодня последний модуль. Было три модуля. В двух модулях в А и С у нас по два задания и во втором модуле у нас одно задание. В последний соревновательный день участницы чемпионата показали гимнастику, организацию беседы и развивающую игру. Помогали к выполнению конкурсных заданий волонтеры, студентки первых курсов. Светлана решила стать воспитателем очень давно. Вспоминая свое детство, она поняла, что хочет дарить такие же приятные эмоции дошкольникам, как это делала ее воспитательница в детском саду. Это первый чемпионат именно по нашей компетенции, но теперь он будет проходить ежегодно, если будет учиться здесь такая профессия. Нас готовила наша классная руководительница. Она ведет у нас несколько методик одновременно. Сама очень долго работала в детском саду, великолепный педагог. Также впервые в этом году на чемпионате в Ненецком автономном округе появилась такая профессиональная компетенция, как физическая культура, спорт и фитнес. Участники приступили к выполнению второго конкурсного задания. Второе конкурсное задание – это привлечение людей разного возраста к здоровому грузу жизни. Суть этого задания участники должны опять же сделать, проанализировать все данные, которые были взяты, уже позаранее взяты данные, создать шаблоны и разработать интерактивный буклет с использованием новых технологий. Здесь это у нас смарт-доска, это планшет и умные браслеты. Артем открыл завершающий день чемпионата по компетенции физкультура, спорт и фитнес и первым приступил к выполнению второго задания. Без волнения, конечно же, не обошлось. Он поделился своими первыми впечатлениями сразу же после завершения задания. Ну, было очень сложно, я скажу. Я сильно волновался. Я думал, что у меня не получится даже. Но у меня получилось каким-то образом растянуть на 14 минут. Я не ожидал от себя такого. Чемпионат по компетенции преподавания в младших классах тоже проходит в первый раз. Поэтому как участники, так и эксперты испытывают волнение. Сегодня у них остался последний модуль, это модуль Е. Это разработка персонального сайта учителя начальных классов, заполнение этого сайта, оформление, да, и, конечно, опять же, его демонстрация. Поэтому сегодня такая вот техническая у них работа. Ну и последний модуль, считаю, в принципе, девочки неплохо справляются. Виолетта сама разрабатывала свой личный сайт и подбирала информацию на заданную тему – здоровый образ жизни для чемпионата, а также рассказала нам о трудностях в подготовке. Было волнение, потому что надо было как-то понятно объяснить экспертам, например, у нас был модуль по разработке своего сайта, и мы должны были защищать свой сайт. Я, если честно, немножко непродвинутый человечек в этой области, поэтому пришлось подработать над сайтом. Все участники отнеслись к чемпионату молодых профессионалов с большим интересом. В этом году появилось много новых компетенций, поэтому волнение присутствовало не только среди конкурсантов, но и среди экспертов. Итоги чемпионата будут подведены 29 января. Награждение победителей пройдет в Дворце культуры Арктика. Юлия Казначеева, Леонид Шишелов, Телеканал Север.